Всем привет, с вами Информ ТВ. Евгения Ханаева вошла в историю советского кинематографа как непревзойденная исполнительница ролей второго плана и эпизодических образов. И хотя в ее фильмографии десятки работ, зритель особенно запомнил актрису по картинам «По семейным обстоятельствам», «Москва слезам не верит» и «Розыгрыш». Талант актрисы отмечен почетными званиями заслуженной инородной артистки. Титул народной она получила уже посмертно в 87-м году. Личная жизнь актрисы стала ее и бедой, и радостью одновременно. Много лет, наблюдая за тем, как эта талантливая актриса играет волевых, сильных и в чем-то жестких женщин, зрители не догадывались о том, какие страсти бушуют в нежной душе Евгении. В годы учебы в школе-студии МХАТ она познакомилась с Константином Градополовым. Красавец, спортсмен и начинающий актер покорил сердце девушки. У пары был продолжительный роман, но до свадьбы дело не дошло. По некоторым сведениям, вмешалась ревность со стороны Евгении. Но сын Ханаевой, Владимир, в одном из интервью сказал, что мать просто утратила духовный интерес к избраннику. Новым кавалером девушки стал Анатолий Успенский, сын МХАТовского главбуха. Парень по приглашению отца провел новогоднюю ночь в театре и встретил там Женю. Она была на 4 года старше Анатолия и, как утверждают представители ее близкого окружения, взяла ситуацию в свои руки. Вскоре пара объявила родителям о желании пожениться. Эту новость обе стороны встретили негативно. Ханаевы возмущались, что парень им не ровня. Успенские тоже заявили, что хотели бы видеть другую невестку, девушку помоложе. Так или иначе, Евгения уже ждала ребенка и пара сыграла свадьбу. После рождения сына Володи, родители Ханаевой разменяли свою большую квартиру и молодые переехали в новую, на площади Восстания. Казалось бы, семейная жизнь актрисы была крепкой и размеренной. Но в судьбе Евгении случилась поздняя любовь. В МХАТ пришел новый актер, 47-летний красавец Лев Иванов, который и стал последним увлечением Ханаевой. Мужчина тоже был женат, но не мог оставить психически больную, прикованную к постели жену. А вот актриса проявила характер и ушла от мужа, и сына тоже. Мать с сыном не общались 17 лет. Женщина позвонила Владимиру и наладила с ним отношения только накануне своей операции, после которой уже не пришла в себя. В середине 80-х страстная любительница вождения и быстрой езды попала в небольшое ДТП, сильно затормозила на красный, отчего голова резко дернулась назад. После этой аварии актрису стали мучить дикие головные боли. Оказалось, что поврежденный позвонок врезался в основание черепа. Это стало причиной развития опухоли мозга. Ханаева решилась на сложнейшую операцию, но нейрохирург предупредил, что возможен летальный исход. При этом артистка была на 100% уверена, что все пройдет благополучно. Пробыв несколько дней в коме, Евгения умерла, не приходя в сознание. Актриса так и не узнала, что ей было присуждено звание народной артистки. А как вы считаете, правильно ли поступила Евгения, что пошла на поводу своих чувств и бросила сына? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!